Дизайнеру Донателли Версачи удалось собрать на одной сцене культовых топ-моделей 90-х. На подиум вышли Синди Кроуфорд, Клаудиа Шифер, Наоми Кэмпбелл, Хелена Кристенсен и бывшая первая леди Франции Карла Бруни. Все в искрящихся золотом платьях, подчеркнувших их по-прежнему безупречные фигуры. Одна из топ-моделей прошлого не стала принимать участие в проекте, потому что не захотела худеть. Кто это и как она сейчас выглядит, можно узнать на страницах комсомолки. Читайте свежий выпуск «Комсомольской правды» в Европе. Не секрет, что градус ностальгии в обществе зашкаливает. Люди в социальных сетях сходятся в ожесточенных боях. Стенка на стенку, выясняя плохим или хорошим было счастливое советское детство. Бесплатные квартиры, дружный коллектив, натуральная колбаса и первомайские демонстрации. Но так ли уже радужно жилось в СССР? Московский комсомолец Германия провел анализ. Почему мы забываем плохое и помним только хорошее? Как не попасть в плен своим иллюзиям о прошлом? Читайте в свежем номере. 2 октября 30 лет назад в эфир впервые вышел «Взгляд», совершивший переворот на советском телевидении. Один из авторов и ведущих программы Александр Любимов вспоминает о том, как это было и к чему привело. О взгляде, русском роке и пошлости современного телевидения, которое Любимов считает все еще советским. Читайте на страницах аргументов и фактов. Кто не знает глюкозу, Наталья Ионова уже давно не использует свой сценический псевдоним и выступает под своим именем. Издание «Семь плюс семья» поинтересовалось, как живет звезда, как обустроен ее быт. С читателями Наталья поделилась. Люблю яркие и стильные вещи. Тремопат старину, насыщенные красные шторы, тахту, обитую красным бархатом с золотой окантовкой. Чем еще наполнен дом певицы, читайте в газете, посвященной селебритис. «Семь плюс семья». Всего в 25 километрах от Мюнхена, в городке с трудновыговариваемым для русских туристов названием Фюрстенфельдбрук, находится грандиозный комплекс бывшего монастыря, а позже одного из мест захоронения Виттельсбахов, династии, правившей в Баварии с конца XII до начала XX века. Свежий выпуск журнала «Апельсин» предлагает своим читателям прогулку по уникальной достопримечательности. Внешний вид работника часто становится темой для разговора и споров между работниками и работодателями. Из-за внешнего вида на рабочем месте люди идут и в суды, чтобы доказать там свою правоту. Давайте разберемся, кто же прав – работник или работодатель. Рубрика «Право имею» издание «Соотечественник» расскажет, какой длины юбки носить, красить ли губы красной помадой и где предел для рабочего дресс-кода. В Германии существует закон об обязательном медицинском страховании студентов, поэтому желающие получить высшее образование на территории страны при подаче документов в ВУЗ обязаны предоставить в том числе и медицинскую страховку. О нюансах студенческого медстрахования, о том, на что обратить внимание при выборе компании, читайте на страницах журнала «Майсити Франкфурт». Семейное право в Германии относится к уложениям гражданского права. Это одна из сложнейших областей немецкой юриспруденции, так как призвано к разрешению проблем чаще всего не юридического, а морально-нравственного и этического аспектов. А поскольку до сих пор не утихают споры вокруг кажущейся легкости, с которой немецкое государство лишает маму и папы прав опеки над ребенком, журнал «Ноэцайтен» обратился к судье с 30-летним стажем. За разъяснениями, какова процедура лишения родительских прав и кому может грозить подобное, читайте на страницах издания. Часто в очереди на прием к врачу можно услышать фразу «А у меня пониженный гемоглобин». Существует ли высокий гемоглобин? Да, но встречается гораздо реже. Журнал «Рецепты здоровья» расскажет, как регулировать гемоглобин в организме и как сохранить здоровье на долгие годы. Котлеты кончились раньше, чем я их разглядел. Их сожрал наглый кот. Светина бабушка, когда узнала об этом безобразии, заахала и заохала, пригрозила коту, что больше никогда не пустит его к приличным людям на порог. Зарисовки из городской жизни. Читайте рассказ «Жаркий август» в журнале Монхен-Сити. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова